Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и сегодня я вам хочу показать свой заказ с сайта Культ Бьюти. Это совсем небольшой заказик, но я хочу вам его показать, потому что, на мой взгляд, здесь много всего интересного. Здесь будет и Анастасия Беверли-Хиллз, и Шарлотта Тилбери, а также Аур-Класс. Так что, если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть это видео, а мы поехали! Как я уже сказала, заказик у меня действительно не очень большой. Здесь две палетки теней, палетка для лица, однушка теней, гель для бровей и консилер. А также, наверное, сразу же вам покажу два пробничка, которые мне положили в подарок. Первый из них это вот такой вот крем для лица от неизвестного мне бренда, и второй пробник это некий Magic Cream от бренда Шарлотта Тилбери. И давайте переходить уже к самому заказу. И давайте, пожалуй, начнем с бренда Анастасия Беверли-Хиллз. Я приобрела у них палетку Soft Glam. Да, сейчас много других палеток, есть Riviera, Saltry, две коллаборации с блогерами сейчас вышли, но лично я решила для себя, что мне не хватает какой-то чисто базовой повседневной палетки. У меня много разных палеток, там есть яркие цвета и повседневные, но мне почему-то захотелось именно одну чисто базовую повседневную палетку, и я решила, что это будет Soft Glam. Давайте ее сейчас с вами вскроем. Итак, вот так она выглядит. У нее, как всегда, вот это вот такое велюровое оформление, которое будет очень быстро пачкаться. Сзади у нас большая-большая наклеечка. Насколько я знаю, сейчас уже делают наклеечки маленькие. Уже начиная с Норвины здесь идет маленькая вот такая наклеечка вместо огромной большой. И внутри у нас палетка выглядит вот таким вот образом. У нас здесь есть, конечно же, кисть и сами тени. Как вы и сами можете видеть, палетка очень спокойная, но при этом она мега повседневная, она мега базовая, и она все-таки, как правило, подходит для девушек с теплым цветотипом. Это как раз таки мой, у меня с этим проблем нет. Здесь есть как матовые оттенки, так и шиммерные. Здесь 5 оттенков шиммерных и все остальные матовые. Есть самый обычный оттенок для закрепления базы. Полный, полно оттенков для растушевки. И несколько оттенков, вот, например, 3 для затемнения. И это идеально. Давайте, наверное, сделаем несколько сводчей из этой палетки. Я, например, очень хочу влезть в эти два шиммера и попробовать их на руке. Ох, господи, как же это красиво. Давайте также попробуем розовый. Ох, ох, в общем, все. Все, меня нет, я улетела, у меня начинается уже любовь. В общем, лично по мне, так это должна быть очень хорошая палетка, потому что тени, теней у Анастасии Беверли Хиллс довольно-таки хорошие. Они всегда пигментированы, они всегда хорошо тушуются и лишь иногда осыпаются. Не знаю, хочет ли кто-нибудь увидеть отдельный обзор на эту палетку. Лично я не планировала посвящать ей отдельное видео, потому что палетка вышла уже довольно-таки давно. И уже, наверное, у всех топовых блогеров есть на нее обзор. Так что, если кому-то интересно, чтобы я сделала отдельный обзор этой палетки со сводчами, с макияжами и с финальным мнением, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И второе средство, которое я приобрела у Анастасии, это их гель Deep Brow. Это сравнительно новый гель. Я купила миниатюрку, потому что я не знала, подойдет ли мне этот оттенок и будет ли вообще работать на мне этот гель. И взяла я его в оттенке Soft Brown. Вообще, этот гель, давайте сейчас его вскроем, он довольно-таки спорный, потому что кто-то его очень-очень любит, а другой лагерь его, наверное, наоборот, ненавидит. И вся соль заключается у этого геля в том, что он работает, насколько я знаю, не совсем так, как обычные гели для бровей. Он должен быть довольно-таки пигментированный. Здесь, кстати, вот такая вот небольшая щеточка. И у него нужно с кончика щеточки, именно с кончика, снять немножечко продукт, оставить его на руке и начать им работать именно с серединой, но не вертикальным движением, как мы это делаем обычно, а именно горизонтальным. Это слова, в общем-то, самой Анастасии Суаре. И это не то, что я придумала. Этот гель работает, по идее, именно таким образом, именно горизонтальными движениями. И, насколько я поняла, вот то, что у нас остается на руке, можно потом взять, перенести на кисточку и доработать этим именно вот какие-то, например, отдельные волоски, например, у начала брови. В общем, неизвестно, на самом деле, насколько это хороший гель. Я его сейчас на себя наносить не буду, потому что у меня уже есть гель на бровях. Но если, опять-таки, кому-то интересно, то можем сделать обзор на этот гель отдельно. И, кстати, если вам интересен обзор на какое-то отдельное средство, обязательно пишите в комментариях. Или же, наоборот, если вы хотите макияж всеми теми средствами, которые я сегодня показываю, или несколькими, обязательно пишите об этом в комментариях. Постараюсь это все сделать. Дальше давайте перейдем к бренду Charlotte Tilbury. И от нее я заказала палетку теней в версии Exager Eyes. Надеюсь, что правильно произнесла. Также заказала вот такую палеточку для лица из хайлайтера и бронзера, знаменитую палетку. И также взяла консилер, который называется Magic Away. Начать вскрытие я, конечно же, предлагаю с палеточки теней. Я, честно говоря, уже успела в нее влезть. И даже успела один раз ею накраситься. Я, честно, не выдержала. Вот так выглядит сама палетка. Оформление у Charlotte, как всегда, на высоте. Очень красиво, очень дорого и очень классно. Это палеточка теней всего из четырех оттенков. Здесь один матовый оттенок, вот этот. И три шиверных. При этом вот эти оттенки, они более сатиновые. А вот этот, он все же именно какой-то такой немножечко глиттерный. Красивые, зараза, оттенки. Но, к сожалению, как я уже сказала, я успела влезть в эту палетку. И один раз ею накраситься. И, к сожалению, например, матовый оттенок оказался довольно-таки полупрозрачненький. А шиммерные, в общем-то, тоже полупрозрачные. И на глазах это все выглядит как-то, ну, опять-таки, полупрозрачненько и странно. Я ожидала большей пигментации. Я, конечно же, попробую еще подружиться с этой палеткой. Потому что выглядит она очень красиво. И кажется, что она могла бы быть просто любимицей многих. Потому что она маленькая, красивая, очень классные оттенки. Ее можно было бы брать в путешествие. Но, если и дальше дела с ней так пойдут, то, как бы, я не уверена, будет ли это настолько хорошим вложением, как мне это показалось на сайте. Дальше давайте вскроем вот эту вот палеточку для лица. Это самая знаменитая палетка для лица. Вот так вот она раскрывается. Очень классное у нее оформление, конечно. Вот такая надпись у нас на самой упаковочке. И палетка выглядит тоже потрясающе. Очень-очень красиво, очень дорого и очень интересно. Это оттенок 01, естественно, light. Здесь у нас хайлайтер и бронзер. Любимым средством из этой палетки, конечно же, у всех является бронзер. И давайте с вами, наверное, посвотчим. Возьмем и хайлайтер. Ох, какой же он нежный, шелковистый. И бронзер. Что-то я пока не поняла. Хайлайтер выглядит, кстати, красиво. Не знаю, как он будет выглядеть непосредственно на скулах, но на сочах это выглядит довольно-таки классно. А вот бронзер я пока что не совсем поняла, потому что он выглядит довольно-таки светлым. И я пока не уверена, будет ли он вообще виден на коже. В общем, чувствую, что этот бронзер нужно пробовать. И третье средство от Charlotte Tilbury, которое я заказала, это консилер Magic Away. Его сильно рекомендовала Ленский Бьюти. И потому-то я его и взяла. У меня это оттенок третий, который называется Fair. Давайте на него посмотрим. Вот так вот он выглядит. Очень, опять-таки, симпатично. На мой взгляд, даже дизайн немножечко похож на Estee Lauder. И внутри у нас находится вот такой вот спонжичек. Спонж, естественно, будет очень быстро грязным. И, на мой взгляд, применение и вымазывание до конца этого консилера лучше не затягивать, потому что, может быть, уже не совсем гигиенично. Давайте попробуем сразу же этот консилер. Посмотрим на его оттенок. Ничего. Ничего. Все еще ничего. Сколько же его крутить-то надо, интересно? О, начал появляться. Итак, вот так вот все-таки выглядит у нас консилер в оттенке 3. На мой взгляд, довольно-таки неплохо. По сравнению с рукой кажется, что светловат, но на лице на самом деле будет самое то, потому что лицом я все-таки загорала гораздо меньше, нежели чем всеми остальными частями. Посмотрим, посмотрим. Надо пробовать этот консилер. Быть может, он хороший. Ого! Ребята, извиняюсь, что я прерываюсь так на середине, но вы видели, как много я крутила этот консилер, чтобы его выдавить. И вот сейчас помпа уже поднялась вот настолько. Его вот здесь вот видно, как будто бы он прямо резко начал заканчиваться. В общем, это пипец. На мой взгляд, консилер, который вы только что открыли, ну, не должен уже доходить помпой, ну, досюда. В общем, не знаю, как-то это пока что сомнительно. И последнее, что я приобрела, была вот такая вот однушечка теней от бренда Hourglass. Опять-таки, приобрела ее по совету Lensky Beauty, и это у нас оттенок Smoke. Вот эта однушка теней довольно-таки дорогая. Она стоила где-то около 20 долларов, и это, на мой взгляд, прямо совсем too much. Но мне было все же очень интересно, что же она из себя представляет. Небольшая, на самом деле, однушечка. Здесь, ну, такой средненький объем, я бы сказала. Выглядит это все дело очень симпатично, и в нее я тоже уже успела, к сожалению, влезть. Я не выдержала, мне было уже очень любопытно, и вот сегодня в этом макияже она у меня на глазах. Смотрится симпатично, смотрится интересно. Давайте с вами сразу же нанесем swatch. Текстура очень мягкая, очень нежная и очень приятная. Выглядит это просто потрясающе, очень красиво. Вот вы только посмотрите, очень-очень красиво блестит все это дело. И да, на глазах это выглядит классно, но все же, на мой взгляд, пигментация в течение дня здесь теряется. Вот утром я нанесла, сейчас уже не утро, сейчас уже 4.44, и все же чуть-чуть они стали менее яркими, на мой взгляд. Тушуется однушечка хорошо, выглядит хорошо. Не скажу, что я вижу какие-то блесточки, но все же, на мой взгляд, блесточки здесь могут осыпаться. В общем, красиво, интересно, очень повседневно. Для тех, кто не любит яркие тени, вот это может стать как раз-таки находкой. Но, опять-таки, цена. Ну, цена здесь очень сильно кусается, поэтому я прямо даже не знаю, могу ли я рекомендовать это средство или нет. Ну что ж, а это был весь мой заказ. Напоминаю, если вы хотите макияж какими-то из этих средств или отдельный обзор на что-то из того, что я сегодня показала, пишите об этом в комментариях. Все обязательно постараюсь сделать. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...